Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл передач «Медицина будущего». Говорим о медицине, как сделать ее более эффективной, более комфортной, более доступной, и в то же время сделать ее прибыльным и интересным бизнесом. С вами в студии ведущие программы Алексей Тоскин и Елена Красникова. Всем привет! И сегодня у нас в гостях Александр Каневский, генеральный директор управляющих компаний «Медикал Он Групп». Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Александр! Традиционно для начала осити клиник. «Медикал Он Групп» присутствует в России с 1997 года. Первая клиника была открыта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний момент в Российской Федерации присутствует 25 клиник. От Мурманска на севере до Хабаровска на востоке и, как я уже сказал, в Санкт-Петербурге на западе. За это время к нам обратились около миллиона пациентов за эти 16 лет во всех клиниках. А по миру мы насчитываем около миллиона 700 пациентов, которые обратились во все наши клиники, которые находятся также в Румынии, Украине, Болгарии, Чехии, Молдове, Киргизстане. Да, внушительная сумма. То есть более 15 лет опыта? Да, и миллион пациентов, которых вы обслужили. Тогда такой вопрос я услышала, что клиника международная, это международная сеть. Вопрос интересный, используете ли вы международный опыт или, может быть, международный опыт используют российские какие-то проекты? Потому что все-таки у нас медицинное будущее, то есть какие-то инновации, вот интересно. Частично мы используем, конечно, инновации, которые приходят из-за рубежа, то есть это зарубежное оборудование, которое мы закупаем в России, сертифицировано в России. На сегодняшний момент мы активно начинаем заниматься лазерными манипуляциями с помощью лазеров. В основном это будет косметология, но это также и контурная пластика в гинекологии, это и проктология, и флебология. То есть мы ищем возможности, с помощью которых мы можем проводить в амбулаторном приеме те манипуляции, которые раньше требовались в хирургии. А если вести речь именно об обслуживании, о сервисе для пациентов, есть какие-то у вас, вот то, чем вы гордитесь в обслуживании пациентов? Не знаю, там сокращение времени приема или там специально у вас сидит красивая девушка на входе. Что такое, что именно для пациентов, как для клиентов? В общем-то, для того, чтобы быть успешным в этом бизнесе, как и во всем любом другом, по-моему, Айя Кока сказал, что бизнес состоит из трех составляющих. Это кадры, это услуги и прибыль. Если у вас проблемы с кадрами, то остальных двух составляющих вы можете забыть. Поэтому, конечно, кадры решают все. И для того, чтобы они были с помощью этих кадров могли дать высокий сервис и получить прибыль, мы постоянно занимаемся повышением квалификации наших сотрудников. А также постоянно отслеживаем качество нашего сервиса. Как вы это делаете? Для этого мы, как и все, начинаем использовать IT-технологии. Если мы говорим о квалификации, учитывая нашу географическую сеть, посвящаем очень много времени нашим вебинарам. То есть это некие лекционные вещи, которые транслируются с помощью сети интернет. То, что большой плюс в этих вебинарах, это то, что это интерактив. То есть это не то, что человек сидит и слушает лекцию, а он может задавать вопросы лектору. И все это происходит на расстоянии, скажем, вебинар находится. Лектор сидит в Москве, доктор сидит в Хабаровске, кто-то сидит в Мурманске, кто-то сидит в Красноярске. И вот этот интерактив происходит в реальное время, когда врачи могут обмениваться опытом, задавать вопросы специалистам, сидящим в Москве. А как темы выбираете? Как правило, выбираем темы, которые приходят из регионов. То есть мы очень внимательно слушаем, с какими проблемами сталкиваются наши специалисты. И как правило, идет некий симбиоз. Мы узнаем, что их интересует. То есть это идет и снизу. И предлагаем некие вещи, которые попадают к нам из-за рубежа, которые мы хотим внедрить. И вот с помощью этого симбиоза мы выбираем тематику. Александр, интересно, а вот для пациентов есть такая услуга? Потому что нас, например, интересует тема телемедицины. Для многих телемедицина это трансляция чего-то про медицину из телевизора. Хотя это, конечно, не так. Но вот пациент может у вас, например, из Хабаровска получить консультацию через вебинар у врача в Москве? Если не может, планируют ли вы такие вещи? Может быть, это где-то уже реализовано из ваших клиник за границей? На самом деле мы к этому идем. Мы находимся в начальном этапе этого процесса. Для того, чтобы его запустить, надо понять пожелания рынка, что хочет пациент и как это сделать успешно коммерчески. Мы разрабатываем сейчас единую медицинскую платформу для всех наших клиник на базе существующих программ, которые мы дописываем под себя, которые будут включать в себя информационные составляющие нашей базы клиентов. А также в будущем свяжем эту систему с нашим сайтом. На сегодняшний момент на сайте у нас есть возможность записаться к нам на прием несколькими путями. Путем простого звонка, путем обратной связи и обращением через сайт. Но у нас нет пока возможности сделать прямую запись к пациенту. Но мы к этому и идем. В дальнейшем мы планируем создать некий личный кабинет пациента, где он может, во-первых, назначить для себя запись. Но мы хотим на это взглянуть более широко и дать возможность пациенту отслеживать свою историю болезни в этом личном кабинете. Там будут все его анализы, если требуется, допустим, вес или какие-то дополнительные вещи, с помощью которых он может отслеживать свою историю. Это потрясающая новость, потому что каждый раз приходится просить выписку, если тебе нужно что-то из поликлиники. Это не отменит ни выписки. Документы останутся. Документы останутся. И отменять никто их и законодательно не собирается. Но это даст некую дополнительную возможность пациенту чувствовать себя более комфортно. Все мы постоянно теряем свои анализы, забыли. Приходим к врачу и, ой, да, этого нету, того нету. А тут и у врача есть возможность посмотреть всю историю болезни пациента, а также и у самого пациента. Это прекрасный сервис, потому что даже на вопрос, чем вы болели в детстве, или хотя бы два года назад, я, например, теряюсь. А здесь раз открыл его личный кабинет. Можно вспомнить, как все было? Ну, мы к этому идем. Также мы рассматриваем возможность получить то, что на Западе называется second opinion. Есть даже такая шутка, когда приходят к дому врачу. На Западе это уже распространено, когда каждое мнение проверяется дважды, а то и трижды. Мы тоже думаем, как это внедрить в Россию. И думаю, что, скорее всего, это будет сделано с помощью IT-технологий, потому что гонять человека из Хабаровска, скажем, в Москву или из Новосибирска в какой-то другой город, просто за тем, чтобы услышать еще одно мнение, довольно сложно. Гораздо легче будет сделать это с помощью. Тема довольно интересная, потому что более 15 лет на рынке, вы видите, там миллион обращений, так что, в принципе, вам должна быть хорошо понятна динамика того, что нужно пациенту именно с точки зрения, например, технологий. Как менялся спрос, как менялись потребности и ожидания? Может быть, небольшой прогноз? И как это будет? Тренды какие-то ближайшие? Я думаю, что тренды будут расти, потому что, особенно в России, это растет и во всем мире требования к платным медицинским услугам, но и в России тоже. На сегодняшний день мы прогнозируем рост рынка на 15% в год по объему услуг. Я думаю, что государство-частное партнерство в России есть довольно большое будущее. То есть это не будет доминация частного или государственного сектора, а, скорее всего, это будет некий симбиоз. Для того, чтобы это произошло, необходимо, конечно, менять и законодательную базу. Начало уже положено, но вместе с тем предстоит довольно длительный процесс для того, чтобы это свершилось. Это интересный момент, привлечение государства в ваш бизнес, потому что предыдущие наши гости об этом даже не разговаривали, если речь идет о частной клинике. А в каком виде это может быть партнерство? Скорее всего, это не привлечение государства, а привлечение частных инвестиций в государственные проекты. То есть вы будете входить в какие-то государственные проекты. А кому принадлежит инициатива? То есть кто локомотив? Все-таки государство или частный бизнес? Ну, на сегодняшний момент государство. Но надо понимать, что вложение в медицину – это длинные деньги. И для того, чтобы эти проекты были успешны, государство должно гарантировать сохранность неких условий, для того, чтобы частный сектор мог прогнозировать и считать возврат этих инвестиций. На сегодняшний момент не проработан до конца вопрос совместного владения имуществом. Эта тема довольно сложная. Она требует изменения законодательной базы. Но мы движемся в этом направлении. Я думаю, что в ближайшие несколько лет эта тема будет серьезно развиваться, так как у государства нет достаточно ресурсов в бюджете. И государство заинтересовано привлекать частные инвестиции в этом направлении. Естественно, и государство все заинтересованы в потреблении высоких качественных медицинских услуг. Государство довольно абстрактное понятие. А вот конкретно с какими департаментными подразделениями, с кем вы работаете? Можете назвать? Ну, скажем так, мы пока еще не работаем, но мы не закрываем для себя эту возможность. Скорее всего, это Министерство здравоохранения, федеральный и региональный уровень. Александр, интересный момент, который вы отметили в начале программы. Из миллиона семисот обращений миллион в России. Означает ли это, что Россия здесь занимает передовые позиции, является неким таким локомотивом и полигоном в вашей сети? Наша сеть в России насчитывает 25 клиник. Это самое большое количество клиник из всех стран, в которых мы присутствуем. Ближайшая страна – это Румыния, где 14 клиник. И в России мы с 1997 года. То есть, фактически уже более 16 лет. Поэтому мы рассматриваем Россию как перспективный рынок. И это является для нас локомотивом всей нашей сети. А с точки зрения предлагаемых услуг, они одинаковы по странам или как-то различаются? Они различаются. В России представлены наиболее широкий спектр услуг. Это и урология, и прахтология, и гинекология, и флебология, и дерматология. И сейчас мы начинаем заниматься косметологией. А можете привести какой-то пример, когда российский проект перешел на какую-то западную клинику? То есть, опыт переняли? Ну, скорее всего, это проект IT-технологии. Сейчас мы занимаемся интегрированием нашей системы телемаркетинга в общую систему медицинского программирования. И вот эта программа, которая была написана здесь, в России, для нас, она успешно используется сейчас уже и в Украине, и в Румынии. Сандр, спасибо. Продолжим после короткой рекламы. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Реклама. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. В эфире программа «Медицина будущего». С вами ее ведущий Алексей Тоскин и Елена Красникова. Всем привет еще раз. И у нас в гостях Александр Каневский. Это управляющая компанией Medical Own Group. И до рекламы Александр говорил о проекте телемаркетинг, который был транслирован для других стран в том числе. То есть Россия стала локомотивом. А можно чуть поподробнее? Очень интересно, что это такое. Для начала надо сказать, что мы узкопрофильные клиники. И, соответственно, все наши пациенты, это то, что называется, пациенты с улицы. То есть у нас практически отсутствуют пациенты по добровольному медицинскому страхованию. То есть не работаете по ДМС? Нет, мы работаем. Просто для того, чтобы этот проект, как и любой другой проект, работал, он должен быть интересен двум сторонам. То есть и клинике, и страховой компании. Вот интересно, страховые компании у нас были в гостях утверждают, что в первую очередь должны быть интересны только пациентам клиники. Но это интересный факт, потому что большинство клиник работают по ДМС. То есть доля ДМС очень велика. То есть вы в свободном полете, что скажем так. Мы в свободном полете, 96% наших пациентов – это люди с улицы. Поэтому и термаркты клиники. Да, в этом наша уникальность. Но я хочу сказать не потому, что мы отказываемся от ДМС. Мы, наоборот, не отказываемся. Просто страховым компаниям более интересны те сети клиник, в которых можно излечить от А до Я. Да, общий профильный. Естественно, да. А узкопрофильный их интересует мало. Поэтому здесь некий диссонанс присутствует. В силу того, что подавляющее большинство пациентов с улицы, мы разработали для себя некую программу, которую мы используем в телемаркетинге, которая отслеживает и звонки, с помощью которой мы анализируем, откуда пациент пришел, то есть качество рекламы нашей, а также качество сервиса, который предоставляет операторы телемаркетинга. Эта система, которую мы написали, которую мы сейчас внедряем в общую систему компьютерную для клиник, была использована и используется сейчас нашими клиниками в других странах. Это очень интересный проект. И вот вы рассказывали о том, что план у вас на будущее большой, и вообще все является примером, скажем, для подорожания для других стран. Вопрос банальный. Откуда деньги? Кто ваш инвестор? То есть это же требует достаточно... Кто дал денег в 97-м году. Да, так это же достаточно большие финансовые вложения для любых этих проектов, тем более если они на такую большую сеть клиник распространяются. Это частные деньги, и, в общем-то, мы идем постепенно за 16 лет. Мы привлекаем исключительно частный капитал, больше никого нет. То есть страховые компании вы не привлекаете, да? То есть нет у вас каких-то общих проектов? Нет. Это определенная сила нашего бренда, возможность привлечь частные инвестиции. Но инвесторы остаются довольны. Я думаю, что да, потому что 16 лет, и мы идем вперед, поэтому... Знаете, тогда вопрос по поводу инвесторов. Я прочитала у вас на сайте, что у вас есть совместный проект и с израильской страховой компанией предлагаете организовать в России лечение в Израиле. Да, есть такое... А вот страховая компания соступает в качестве инвестора или в качестве соорганизатора? На сегодняшний момент в качестве соорганизатора в большей степени. В принципе, мы не завязаны на какую-либо страховую компанию. Мы просто предоставляем возможность нашим пациентам, те, которые заинтересованы провести дальнейшее лечение. Или в Израиле. Не обязательно в Израиле. У нас есть также связи со Швейцарией. Это все так еще можно в Швейцарии тоже. Да, то есть такие варианты возможны. Все-таки еще один интересный вопрос про модели бизнеса. Вы же сейчас смотрите на рынок, разные способы финансирования клиник, разные размеры клиник и так далее. Все-таки какая модель или модель, с вашей точки зрения, более жизнеспособна и за какое будущее? Или вот это государственные клиники, которые... Какой-то, наверное, одной модели нету, потому что это было бы слишком плоско, поэтому мы используем несколько возможных моделей. Это и собственное развитие, то есть сами развиваемся, также привлекаем инвесторов со стороны. Это некая франшиза. С помощью франшизы можно развиваться быстрее и покрыть географическое пространство намного быстрее, потому что привлекаются дополнительные средства. Вместе с этим необходимо понимать, что продавая франшизу, можно потерять в качестве. Поэтому здесь необходимо четко отслеживать систему качества, как она работает, при том, что ты передаешь некоторые дела франшизерам. Я вот у наших гостей у всех спрашиваю, насколько медицина как бизнес, не то чтобы выгоден, да, то есть насколько большой спрос. Бьются ли клиники за клиентов, или спрос настолько велик, что пациенты идут с толпой, и все, что остается, это не захлебнуться в этом. Или за клиента приходится бороться? Пациенты идут с толпой, это мечта, наверное, да. Но все-таки этот рынок растет быстрее, чем некоторые рынки другие. То же самое же настроение. Сколько мы слышали, 15% роста ежегодный. Вместе с этим тренд начинает меняться, и на рынок заходит все больше и больше новых игроков. Поэтому на сегодняшний момент, если мы не так сильно ощущаем конкуренцию, то я думаю, что в течение двух-трех лет ситуация поменяется. И будущее за тем, кто сможет реагировать раньше рынка на любые изменения, которые будут происходить, и тот, кто сможет внедрять новые технологии на этот рынок. А также тот, кто будет бороться за качество сервиса предоставляемых услуг. Но то, что вы все-таки более-менее профильная сеть, это плюс или минус с вашей точки зрения? Это и плюс, и минус. С точки зрения ДМС, насколько мы поняли, это минус. Да, с точки зрения ДМС это минус, с точки зрения качества предоставляемых услуг это плюс, потому что мы действительно профильные в чем-то, мы не распыляемся на что-то. Но вместе с этим, кстати, по поводу ДМС, тоже замечательный фактор, 2008 год, год, который запомнился всем кризисом. Клиники, которые работали под ДМС, довольно сильно пострадали. То, что не могли сказать мы, потому что пациенты частные как шли, так они и шли. Скажите, пожалуйста, если мы заговорили о трендах, Александр, то какой ваш прогноз? На ближайшее будущее мы поняли, да, у вас есть какие-то проекты. А вот лет на 20, медицина как бизнес, есть какой-то прогноз, что будет развиваться, там, не знаю, медицина на диване, или наоборот, все захотят лично общаться, там, домашний доктор. То есть вот ваш прогноз какой-то? Куда идем? Вы уже так на 20 лет замахнулись, это, я думаю, дельфийский оракул таких прогнозов не делал. А насколько вы можете прогнозировать? Ну, прогнозировать не с точностью, да, чтобы до процента возврата инвестиций, а прогнозировать именно как потенциально возможно развитие рынка вот этого. Дай бог, чтобы мы могли прогнозировать четко на 5 лет. Хорошо, если не четко, если вот примерно посмотреть тренды. Я думаю, что рынок начнет укропняться, потому что, как я уже сказал, последние 2-3 года на рынок заходят все новые и новые игроки. Эта тенденция в какой-то момент прекратится и начнется укропнение структур, которые работают на этом поле. Ну, а в дальнейшем, я думаю, что все мы движемся к использованию IT-гаджетов в той или иной степени. Они входят. Если раньше никто не предполагал, что клинике требуется сайт, то теперь без сайта вы смеетесь, потому что это кажется нонсенс. Нет, ни в коем случае. А 5 лет назад это был вопрос, а зачем нужен сайт. Так что все мы движемся в этом направлении, и использование IT-технологий, я думаю, будут сильно развиваться. И телемедицина, о которой мы сейчас говорим, многие не представляют окончательно, как это будет сформировано. Я думаю, что это поле деятельности будет расширяться. Только потому, что, особенно в России, география страны, которая просто гигантская, полет до Хабаровска из Москвы 8 часов, соответственно, я думаю, что с помощью телекоммуникации можно будет организовать и определенные консультации врачей, и получить второе мнение на ту или иную проблему, и за это будущее. А скажите, пожалуйста, вы в этом плане ожидаете помощи государству? Или частные клиники будут справляться сами? Бизнес как бизнес. Ничего личного. Во всяком случае, мы не ждем помощи государству. Мы будем развивать это направление сами. Я думаю, что за других несложно что-либо сказать. Как у вас устроено? Есть какая-то специальная группа людей, это чья-то специальная работа, развитие именно в области IT-технологий. Кто этим занимается? Конечно, у нас есть небольшая, но задорная группа людей, которая заражена этим процессом, которая этим занимается. Это некий симбиоз маркетинга и IT-шников. И они креативят довольно много интересного. Это молодые люди, значительно моложе меня, у которых просто масса богатых идей. И вот с помощью них... Они с медициной связаны опосредованно, да? То есть это технологические... Они с медициной связаны опосредованно, но у нас есть медицинские советники, с которыми, естественно, советуемся, консультируемся. Здесь есть некий резонанс, потому что медицинские работники, они, как правило, консервативны. И им очень тяжело принять все эти новшества. И они говорят, ребята, вы сумасшедшие. Не мешаете работать. Да, не мешаете работать. Никто этим заниматься не будет. Все вот как работал, так и работает. Но это и прекрасно в этом. То есть нет единого мнения. И вот в этом споре рождается некая истина. И то, что выстрадано в спорах, как правило, показывает в будущем работы. А планов превратить вот эти свои потенциальные ноу-хау и решения тоже в бизнес и давать им или продавать пользование другим клиникам? Я думаю, что к этому придет. Но хочу сказать, что не у нас у одних существуют эти идеи. И на рынке уже сейчас приходят люди из разных сфер, которые предлагают подобные идеи. Так что рынок не стоит на месте. И рынок развивается. И что в результате будет сформировано, покажет будущее. Но всегда побеждает сильнейший. Александр, попросим вас пожелать что-нибудь нашим телезрителям. Я думаю, говоря о медицине, надо пожелать всем здоровья, крепкого здоровья и счастья в этой жизни. Александр, спасибо вам большое. На самом деле была очень интересная беседа, потому что я потрясена цифрой в 1 миллион только в России, 1 миллион 700 по всему миру. И то, что группа клиник находится в свободном плавании, независимо от ДМС, и делает это успешно в течение уже 15 лет. Уважаемые телезрители, сегодня с вами в студии был наш гость Александр Каневский и ведущий программы «Медицина будущего» Алексей Тоскин и Елена Красникова. Всего доброго. Смотрите наши передачи. Всем пока.